Да, ладно, спасибо. Я не знаю, если бы ты хотя бы, уважаемый блогер, представилась, там сказала, я вот когда там как... Здравствуйте, я Вячеслав Котляров, да? Ладно, все понятно, это не авторский контент. Вот у меня авторский, я сам Австралию разобрал и на лопатки положил. Как я в последнее время говорю, информация делится на две категории. Нам сказали и мы сами лично увидели. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, Австралию более отсутствие, мои уважаемые слушатели и зрители, примут с достоверностью. Причем, я вот сейчас, ложа руку на сердце, я говорю, это достоверность, что тайна Австралии разгадана. А вот уже с Тихим океаном, я думаю, будет посложнее, потому что там находятся умники. Я там в СССР плавал через Берингов пролив. Могу себя подкорректировать, что, возможно, был сделан канал по аналогу Панамского канала, Суэцкого канала. Возможно, сделан канал. Я сейчас не беру уверять. Но то, что Азия и Америка, это был цельный континент, это однозначно. Кстати, когда я создавал географическую карту, ну, чтобы было наглядно людям понять, не сработало ни у всех образное мышление. Как это она между собой связана. Сейчас обратите, пожалуйста, внимание, я посидел сегодня ночью пару часиков и решил сделать политическую карту. Причем очень странная политическая карта. Даже когда вы увидите, как она выглядит, эта политическая карта, вы тоже зададитесь вопросом. Я название странам не давал. Они, в принципе, оставлены в исконном виде. Ну, я этой картой хочу не название нам, уважаемые слушатели и зрители, донести бог с ним, с этим названием. Просто благодаря политической карте можно улицезреть то, что я хотел вам сказать, донести. Вот, Леночка, в частности, ты в демонстрации уже видишь именно изображение той карты, которую я как бы на скорую руку сварганил. Мы посмотрим на эту карту. Значит, название стран я не давал. Хотя вы видите, на месте США находится Мехико на этой карте. Я знал, что будут такие комментарии про Камчатку. Ну, начнем с того, что вообще, в моем понимании, существует только один мировой океан. Это идиотизм. Как это лужа воды, которая между собой связана во всех местах, поделена на разные океаны. Ну, думайте. А где граница-то проходит? Ну, ладно, там можно на земле как-то, и то на земле, ну, на земле можно, да, там, если горы там обнесены, там, и хребет какой-нибудь, это граница. А в воде как граница? Попридумывали Индийский океан, там море, Лаптеву. Как они в океане море находят? Ну, может, для наших оккупированных мозгов, может, оно так и подстать. Но такие, конечно, моря нужно называть, которые внутри континента находятся, как Черное море, Средиземное море, Каспийское и так далее, там. Скорее всего, это нужно. Ну, как море можно назвать, вот, Охотское. Ну, кстати, я тоже в Охотском купался в свое время. Вода ледяная, как говорится. Слова? Да. Я хочу дополнить чуть-чуть. Вот смотри, глядя вот на эту карту, да, теперь то, что я видел, становится логичным. Получается, что я летела с Франкфорта в Лос-Анджелес, да? Я летела, я видела под собой Ла-Манш, я видела под собой Англию, и я летела, тут же начались льды. Четыре часа были одни льды, 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 льды. И, знаешь, так навалены, такими громадными, как будто бы плитами громадными, навалены. Но мне казались, они как будто как бетонные плиты. Но я же была очень высоко, я же была на высоте, как они мне говорят, как говорили мне в самолете, да, 14 километров. То есть 11 километров над землей я была. Вот. И я видела вот эти льды бесконечные, когда выходит, может быть, действительно, вот та Америка, в которую мы летаем, где есть Лос-Анджелес, она находится в другой соте. Как ты думаешь, вполне возможно, да? Я думаю, что вот по этой карте вполне может быть, что вот, например, со стороны Запада там другая, одна Америка, а со стороны Востока другая. Я, кстати, об этом слышала также еще у Рахмана Тора, что он говорит, что ему кажется, что Америка, которая с Востока, одна, а которая с Запада, другая. Ну, просто так назвали Америка тоже. Вполне может быть, а почему нет? Так, теперь как раз по поводу Камчатки. Ну, ты ж, вот, значит, Охотское море. Значит, вот кто-то говорит, каким боком, может быть, это Камчатка, а, как они пишут, а вот Камчатка есть, она омывается с трех сторон Тихим океаном. Ну, мы, так как здесь пока из-за моей стилизации Камчатки нет на карте, давайте мы обратим внимание на полуостров, который находится на зеленом тут континенте Мехико. И можем его сравнить по принципу Камчатки. Ну, пока сравнить. Чем не с трех сторон омывается? Камчатка, полуостров, точно так же с трех сторон может быть в водной глади находиться. Это абсолютно, вот, просто надо 3D-модель делать, просто у людей не быстро работает проекция в голове. У меня, как бы, ну, наверное, это природно, потому что я быстро проектирую и сотовую землю спроектировал. Как она из себя, скажем так, как подать. Не из себя, как она выглядит, а как подать людям это все. Потом, вчера видно, в момент поиска в Австралии, это, как я говорю, искал одно, нашел другое. Произошло подключение к информационному полю, как я всегда говорю, происходит здесь, сегодня и сейчас. В чем разница между, в моем понимании, между классическими мыслями наработанными и все-таки мощным информационным полем? Информационное поле, в моем понимании, дает более уникальные знания на порядок, то есть из глубин, как говорится, веков выгрыбается информация, которая не встречается в интернете. Поэтому я даже, ну, я тут не ошибаюсь, но даже если бы я ошибся, просто помечтаем, что я ошибся, хотя я не ошибся. В любом случае, я очередной раз первым озвучил вопрос, связанный с Австралией, что Австралия на самом деле это Антарктида, а правильный антарктический круг. И второе, что два континента связаны воедино. Даже если ошибся, ну, вот представляете, вот человек фантазер, но я не могу, я знаю, что фантазии нету, я знаю только одно, что существуют определенные знания, которые человек может получать, либо не получать. Поэтому это не является моей фантазией. Возможно, здесь где-то есть перешеек, и прокопали, и там моряк, который плакал, он там, но он плакал, почему я над ним так, это, по-трунюю, потому что он сказился. Вначале положительные комментарии полгода писал под роликами, а теперь там всякие, это, закусывается, пишет, что я там фокусы, это, показываю, что, типа, сдал, смеюсь много, ну, полоумный человек, я смеюсь много, это плохо. Я вообще мало смеюсь. Вот, что еще касательно информации, давайте пока я вдохновлен, сейчас, три секундочки, сейчас я, сейчас, буквально три секундочки. Так, итак, раз я вошел в раж, давайте тогда, заодно я, не знаю, я буду, а, ну, это, в принципе, начало ролика. Так, что я еще подготовил по Австралии и по картам мира? В предыдущем своем ролике с картами я показывал, что они не дорисовывают те моменты или иные. Так, это для тех, у кого образное мышление, они плохо работают. Вот как, допустим, выглядит оригинальная карта, вот на этом изображении мы видим Австралию, где находится. То есть, ну, так как я не шибко владею это компьютерной, не вопросы в плане монтажа, к сожалению, вот видите, квадратом прилепил. Хотя, если наловчиться работать в программе Photoshop, там можно все красиво делать. Но, вы знаете, эта карта, вот то, что я вам показываю, где, допустим, Австралия находится, она является продолжением цельного материка. И еще я вам скажу примечательно другим. Я обратил внимание на этой карте, знаете, на что, на подтверждение тому, что вот эту карту, которую я стилизованно сам нарисовал, она достоверная. И вы сейчас увидите, почему она достоверная. То есть, не плод моей фантазии, а сейчас мы аккуратненько вот так вот рисунки поставим. Почему мной на скорую руку нарисована камня, эта карта является достоверной? Да потому что здесь мы с вами видим только Южную Америку на этой карте. Точнее, не так. Не Южную, мы видим часть Северной Америки, то есть современные Соединенные Штаты Америки. Вот я вам специально, обратите внимание, увеличиваю. Вот видите, вот этот носик, который находится на вот этой вымышленной Мехико. Он, этот носик, будет являться отправной точкой, чтобы понять, где мы находимся. А вот, обратите внимание, этот носик слева на вот этой карте. Вот этот носик. То есть, поняли географически, где мы находимся? Вот, как раз вот это показано территорией современных Соединенных Штатов Америки. А уже часть Канады показана по-другому. То же самое, давайте обратим внимание на верх Азии. Справа. Здесь не вся Россия нарисована. Здесь она тоже наполовину урезана. Вот внимательно присмотрите. Здесь, здесь не, не, не домалевана, скажем мы, верхняя часть. То есть она, что Северная Америка наполовину срезана и Канады мы с вами не видим. Что Россия наполовину срезана и не видим. На самом деле мы все видим. А знаете почему? Я, честно говоря, сам ахнул, когда увидел, что на этой карте вверху вот как раз-то вот эта полоска верхняя. Я вначале думал, что это антарктический круг. Ничего подобного. Вот эта как раз-то полоска верхняя. Канада идет плавно, перетекает в продолжение Азии. Ну, России. Ну, давайте посмотрим, если по политическому. Канада переходит плавно в Россию, если по географическому Северная Америка переходит плавно в Азию. Еще раз, вот обратите внимание. Вот в данном случае слева это на самом деле показано только часть Северной Америки. Причем там датировка 1492 год. Ну да. Это Колумб плавал. А, кстати, еще интересный момент на одной карте нашел. Оказывается, теперь понятно, почему даже по официальной науке он в Индию плавал. Смотрите, если мы смотрим на эту карту слева, мы по логике понимаем, что это Северная Америка. Ну, мы правильно, в принципе, понимаем, что это вот с левой стороны это Северная Америка. Но вот здесь написано Чина. Вот внизу. То есть, к чему я подвожу нас? Что вот этот континент, он плавно переходит в наш континент, в котором мы сейчас находимся. Азия. Это не я нарисовал. Можете сами найти оригинальную карту и увидеть, что внизу слева написано Китай. То есть, каким боком в Северной Америке может находиться Китай? А очень просто. Он может находиться в Северной Америке и Китай только в том случае, если Северная Америка и Азия это один цельный континент. Вот таким образом... Зачем Колумбу нужно было плавать, когда пешком можно было дойти? Вот. Значит, идем дальше. Что я еще понаходил в картах? На этой карте, увеличить, к сожалению, она размоется. Написано, что Антарктида называется Австралией. Также можете в интернете. Я большее разрешение не смог найти, я искал. Если большее разрешение, немножко качество похуже. И написано здесь прописью. Тера Австралия. То есть, здесь Антарктида называется Австралией. Но все логично теперь. Здесь это вообще тоже карта. Больше разрешения я нашел. Но чем у меня примечательны карты? Когда они дорисованы? А вы видите здесь вверху справа. Недорисованы. Вот здесь вот как бы они все перевернули. Получается с головы на ногу. Здесь вот что вверху материк не дорисован. Ну что внизу не дорисован. Но лучше давайте посмотрим на карте, которая связана с Австралией. Было понятно. Вот казалось бы, почему Австралию полностью береговую линию не проходит? А нарисовали только часть ее. А низ не прорисован. Видите? На этой карте низ не прорисован. Да потому что как раз-то низ плавно перетекает в антарктический круг. То есть, я уже показывал, что есть антарктический круг. Из него торчит полуостров. Назовем этот полуостров Австралия. Австралия. Кстати, вот тоже на этой карте, тоже древняя карта. Вот интересно, Антарктида изображена. Да, Ария изображена. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. Чунга-чанга.